Радио Звезда Область знаний Лекция на Радио Звезда Насекомые-экстремалы Выжить любой ценой Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомаранов Сегодня мы с вами поговорим о тех насекомых, которые удивляют ученых Удивляют своими суперспособностями Могут удивлять, пожалуй, не только ученых, но и нас с вами Тех, кто в целом привык, что насекомые доставляют нам обычный дискомфорт К этому разговору меня подтолкнуло новое исследование Научная статья, которая вышла буквально несколько дней назад Ученые открыли новый вид паденок А паденки это такие небольшие насекомые, которые живут несколько дней Они есть практически во всех реках Их личинки живут в воде достаточно длительное время Бывает, что несколько лет А взрослые насекомые вылетают массово, спариваются и умирают То есть они даже не питаются, ведь живут всего несколько часов И это такой массовый лед В некоторых странах, например, Венгрии Это такой туристический объект Люди ездят специально посмотреть на массовый лед паденок Это действительно производит впечатление, когда тысячи насекомых Одномоментно вылетают на реках И, соответственно, спариваются После этого сразу погибают Поэтому они так и называются Так вот, паденки интересны не только короткой жизнью Но и тем, что это одни из трех видов животных Трех видов беспозвоночных Которые способны разрушать камни Потому что до этого думали, что вообще на процессы эрозии Влияют в основном различные химические факторы Соответственно, в основном это состав, разный состав воды Но вот совсем недавно Ученые увидели в Мьянме Отверстия в скалах Которые делают личинки насекомых Личинки паденок Оказалось, что эти личинки имеют Очень большие мандибулы Этой челюсти Которыми они пробуравливают скалу Для того, чтобы сделать себе укрытие Прятаться от всяких хищников Известно, что на самом деле У других паденок Личинки пробуравливают так древесину И переход, в общем, от буравливания древесины К пробуравливанию камней Оказался таким очень довольно простым Эволюционным переходом И, соответственно, возможно в будущем Это поможет нам бороться С разрушением камней Потому что действительно разрушение скал Часто оказывается очень большой проблемой Раньше на это были способны Только некоторые виды моллюсков Которые также вбуравливаются в скалу Но это новое открытие А есть животные, которые известны Достаточно давно Но до сих пор продолжают удивлять Ученых по всему миру И прежде всего это мушки Которые относятся к семейству Мушек эфидрит Сложно сказать, как они называются На русском языке Но, тем не менее, эти мухи Все живут в самых неподходящих условиях Их находят в термальных источниках Их находят в водоемах Которые с очень высокой кислотностью Они часто живут в прибрежных выбросах Вот, например, если мы поедем На какое-нибудь море То, если будем ходить по водорослям То будем видеть, как взлетают мухи Их обычно там очень много Это как раз мушки семейства эфидрит Но нам интересны другие мухи Которые известны с удивительного места Ранче Лабрея Ранче Лабрея Это нефтяные озера Которые известны зоологам Достаточно давно Потому что в них находили Прежде всего остатки ископаемых животных Когда животные в древности Попадали в нефтяную лужу Они, естественно, в ней увязали И дальше консервировались И очень хорошо дошли до наших дней То есть там находили и различных Сублезубых кошек И находили вымерших предков слонов Вымерших родственников слонов Но в 1899 году Американский энтомолог Даниэль Кокелет Находит там мух Которые летают рядом на травинках Он описывает их И называет гелиомия петролей Гелиомия нефтяная Но, собственно, дальше встает вопрос Чем же питаются эти мухи Если взрослые мухи могут улететь И, соответственно, поесть какие-то гниющие остатки То дальше была цель найти их личинок И через некоторое время Личинок находят в прибрежных зарослях В корнях растений Которые, соответственно, находятся прямо в нефти Дальше начинают собирать Пробы нефти в разных местах И начинают находить этих личинок и там Возникает вопрос Случайно ли они туда попали Или, может быть, они там действительно живут Дальше ученые начинают вскрывать их И находят в их кишечнике Гораздо большую концентрацию нефти Чем в окружающей обстановке То есть, понятно, что эти животные Не только едят ее Но и накапливают зачем-то ее внутри себя Возникает вопрос Действительно ли они ее переваривают Или она просто случайно попадает Вместе с пищей Но, по идее, нефть тогда должна убивать Потому что все-таки это страшный яд Однако, спустя некоторое время Оказывается, что внутри кишечника Живут и специальные бактерии Которые помогают этим мухам Переваривать нефть Получается, что действительно Вся жизнь этих гелиоми-петролей Завязана исключительно на нефтяных озерах Которые расположены в провинции Лабрея Зачем мы изучаем их? Кажется, что, ну, знаем мы, что мухи есть нефть Конечно, это удивительный факт Но если мы сможем узнать, что за бактерии Живут в их кишечнике Или, возможно, разводить этих мух То это поможет нам бороться с нефтяными разливами Которые довольно часто происходят у нас По всему миру Область знаний Если мы будем говорить о насекомых То насекомые есть везде Какую бы мы с вами часть света Какую среду бы не перечисляли Там обязательно будут насекомые Это животные, которые в ходе эволюции Идеально приспособились занимать Самые разные ниши Сегодня известно порядка миллиона видов разных насекомых И это, на самом деле, 52% от всех живых существ Живущих на нашей планете То есть, это и их больше, чем всех растений Чем всех позвоночных вместе взятых Чем вообще всех-всех других животных И, по предположению ученых, мы открыли только одну треть видов То есть, пока мы с вами разговариваем Пока вы слушаете этот выпуск Наверняка выходит описание новых видов животных И среди них, безусловно, будут и описание новых насекомых Но есть те насекомые, которые действительно удивляют до сих пор Всегда казалось, что личинки насекомых Не могут развиваться в условиях солёной воды Потому что, ну, как-то это нелогично Для развития всё-таки, кажется, им нужна пресная вода И появились они, прежде всего, там, где была пресная вода Однако, около века назад Находят водомерок, которые живут в открытом океане Это водомерки Галабатос Открывает их Иоганн фон Шольц Несмотря на свою фамилию Это был российский естествоспитатель Который плавал на корабле Ну и, собственно, поймал этих водомерок И описал их Водомерки – это хищные клопы Мы их все видели с вами на речках На каких-то прудиках В общем, морские водомерки выглядят точно так же Единственное, что они бескрылые То есть мы понимаем, что в открытом океане Они не могут ниоткуда взяться Они не могут туда прилететь Значит, вся жизнь их завязана исключительно на море И действительно так Оказывается, что взрослые личинки этих водомерок Питаются всеми доступными животными Которые рядом есть То есть они могут ловить мелких рачков Они могут ловить мальков рыб, которые всплывают к поверхности И самое интересное, что они могут поедать даже мертвых медуз Вот, казалось бы, что есть в медузе Вряд ли там есть что-то питательное По мере жизни Все-таки им для откладывания яиц Им нужны твердые субстраты То есть водомерки не откладывают свои яйца на воду Поэтому нужно искать что-то, что плавает Идеально подходят, конечно, какие-нибудь водоросли, которые всплывают Но эти водомерки научились взаимодействовать с колониальными гидроидами-полипами Гидроидные полипы – это родственники кораллов И вот это такие большие англомераты животных Которые плавают на поверхности воды Называются они парпита И вот, собственно, водомерки откладывают на них яйца Казалось бы, в целом, так часто бывает, что одни животные взаимодействуют с другими Но со временем, и это исследование последних лет, оказалось, что численность голобатцев становится больше И долго ученые думали, почему же так происходит Пока не нашли плавающую пластиковую бутылку На которой было около 800 взрослых водомерок И огромное количество отложенных яиц Яйца у этих водомерок очень крупные Откладывают они их немного Порядка 40 яиц откладывает самка за один раз Там было гигантское количество яиц И ученые предположили, что пластик оказался для них очень удобным субстратом для размножения И действительно, сейчас, чем больше находят кусков пластика Тем чаще на них находятся яйца этих водомерок И большинству животных плохо от того, что мы загрязняем океан Но некоторые из них, наоборот, приспособились и чувствуют себя сильно лучше Еще один интересный пример животных, живущих полностью в море И развивающихся в морской воде Это комарики пантомия Это комары-звонцы Комаров-звонцов вы наверняка можете увидеть у нас Это комары, у которых такие пушистые усы Если вы увидите комара с пушистыми усами Без сомнения, это комар-звонец Он не переносит никаких болезней Не может вас укусить А назван он так, потому что его крылышки издают очень высокий писк Который даже часто мы с вами не слышим То есть более высокий, чем обычные комары Но вот комары пантомия живут в морских лужах На приливно-отливной зоне Но потом их уже находят и в других местах В том числе и в открытом океане Все они живут у берегов Австралии, Новой Зеландии То есть это животные, которые любят теплый климат И интересная особенность их, что они, опять же, не имеют крыльев Высокоразвитых таких больших крыльев, которые способны поднять животное в воздух Самцы этих комаров имеют большие ноги А их задние крылья превратились в жужельца, которые помогают им плавать То есть они используют свои крылья как весла Самки этих же комаров выглядят вообще как червяки То есть отличить их от личинки этого насекомого практически невозможно Очень такой сильный половой деморфизм Для насекомых тоже не всегда характерный То есть самка утратила все свои органы практически У нее есть только голова И вот это вот длинное червеобразное тело Она живет в трубочках на дне этой лужи И самый интересный их период размножения Животные, эти комары взрослые, не питаются ни самки, ни самцы Но живут они всего несколько часов То есть есть предположение, что они живут порядка 3-4 часов Сначала вылупляются самцы И пока самцы крепнут Набираются сил для того, чтобы найти самку А мы понимаем, что они хотя бы могут плавать и бегать У них есть ноги А вот самка-то вообще делать ничего не может Самки вылупляются на 20-30 минут позже И, соответственно, ждут своих самцов на дне морской луже Самцы находят самок, спариваются с ними И сразу после спаривания погибают Самка живет еще какое-то время Она не питается У нее внутри развиваются яйца Она откладывает яйца И опять же погибает После этого, ну а личинки уже живут достаточно длительное время Личинки обладают развитыми челюстями Они могут питаться, поедая разный детрит Разлагающий остатки Пока опять не достигнут взрослого возраста И цикл не повторится вновь Для ученых это не только интересный пример Полового деморфизма и приспособления насекомых Понятно, что произошли они от крылатых предков Но по каким-то обстоятельствам крылья исчезли Исчезли голова и так далее Но и приспособления к жизни в полностью соленой воде Потому что понятно, что эти животные покинуть Открытый океан и покинуть лужи никак не могут Несмотря на то, что эти комары маленькие В некоторых местах они оказываются рекордсменами И так получилось с комаром, который назван Бельджика-Антарктика Он назван в честь бельгийской экспедиции Бельджика Которая, собственно, была к берегам Антарктиды И именно тогда нашли впервые этих комаров Нашли их на поверхности льда На Антарктиде, собственно, на материке Антарктида И тоже сначала думали долго, откуда же взялись там эти комары Но у них опять нет крыльев Понятно, что оттуда они случайно как-то появиться там не могли И выяснилось, что это действительно постоянные обитатели Антарктиды Которые способны переживать вот эти катастрофические условия Они... В Антарктиде бывает весна Тут мы должны сказать, что там бывает довольно тепло И там могут свисти даже два вида цветковых растений есть То есть действительно в некоторых местах появляются камни, оголяются И в этот момент эти комары оживают Начинают ползать и поедают различные разлагающиеся остатки И прежде всего переползают гнездом птиц Они очень любят жить в гнездах пингвинов, в гнездах других разных птиц Антарктиды И, собственно, поедают там экскременты птиц И там же они откладывают яйца и, собственно, там вылупляются их личинки Но после этого наступают сильные морозы И интересно, что эти комары вмерзают в лед полностью И могут, соответственно, пережидать зиму, будучи вмерзшими в этот лед Для такой экстремальной заморозки у них есть в клетках и ряд специальных спиртов И есть триголоза, вещество, есть сахара Все это позволяет защищать клетки от разрыва Потому что самая большая проблема при заморозке Что кристаллы льда разрывают клеточные стенки Но еще один интересный факт Что комары Бельджика-Антарктика оказываются самыми крупными Постоянно живущими существами Антарктиды Потому что все другие существа способны покинуть этот материк И пингвины способны уплыть И морские леопарды, которые периодически приходят к берегам Антарктиды А вот комар Бельджика-Антарктика никак не может покинуть этот материк Потому что у него нет крыльев И так он оказывается рекордсменом Также комары-звонцы в целом встречаются по многим северным местам И есть несколько видов, которые были тоже описаны несколько лет назад С земли Франции Иосифа Даже есть один комар, который носит название Хетокладиус Франции Иосифа То есть живущий на земле Франции Иосифа И тоже ученые изучают этих комаров Исключительно для того, чтобы понять Как организм противостоит такому критическому замерзанию Как клеточные структуры выдерживают это Потому что, возможно, в будущем это поможет нам решить проблему С заморозкой людей и с креоконсервацией Область знаний Когда мы говорим о насекомых экстремалах Мы говорили о холоде, говорили о соленой воде Но, конечно, насекомые есть и там, где воды нет совсем Это те животные, которые способны жить в безводных, практически безводных, в пустынях И, пожалуй, самыми устойчивыми насекомыми будут жуки-чернотелки Они известны нам, прежде всего, как те животные, те насекомые, которые разрушают древесину И мы их действительно можем увидеть часто под корой деревьев Или в свежепостроенном доме Но есть и те, которые живут исключительно в пустынях Они также бескрылые Потому что, когда ты живешь в экстремальных условиях, где сильный ветер Где тебя постоянно сдувают, крылья тебе будут только мешать Но зато у них вырабатывается ряд приспособлений для того, чтобы переживать такую вот жару Во-первых, у них очень длинные ноги И тело их все время приподнято над песком И получается, что чем меньше ты соприкасаешься с горячим песком Тем холоднее твое тело Но и к тому же эти животные могут практически всю жизнь обходиться без питьевой воды Во-первых, они поедают сочные части растений Это, в принципе, может тебя спасти от обезвоживания Но все равно нужно как-то еще и получать воду У них происходят особые химические реакции Когда жиры внутри тела разрушаются И примерно то же самое, что у верблюда происходит Вырабатывается вода внутренне И то есть мы можем поместить это животное действительно в полностью безводное пространство На несколько месяцев и оно там прекрасно проживет Еще эти насекомые выработали особый поведенческий акт Когда вечер, когда в пустыне становится прохладно И часто влага оседает, особенно в тех пустынях, которые расположены рядом с океаном Эти насекомые выбегают на поверхность песчаного хребта Заползают на самый верх и встают в определенную позу Они поднимают брюшко наверх, а голову опускают вниз И так замирают на всю ночь, пока на них не осянет роса Но дальше ты должен собрать росу со своего тела Это сделать тоже довольно трудно Ты потеряешь эти такие ценные капельки, фактически сокровища И для этого у них выработались, за время эволюции у них на теле появились особые борозды, полосочки Которые идут от верха тела, тело конусообразное То есть от самого верха вниз И все эти ложбиночки приводят к одному месту, приводят к рту Соответственно, когда насекомое встает в такую вот необычную позу Вода собирается на теле, дальше она стекает в эти бороздочки И подобно водопроводу попадает к рту этого насекомого И насекомые так решают проблему нехватки воды И, собственно, ученые тоже подглядывают за этими насекомыми Не просто так, они хотят узнать биохимические процессы, которые происходят в условиях нехватки воды Ну и главное, что нам интересно узнать, как эти борозды расположены на теле Потому что расположены они не случайным образом Такой вот нехаотичный порядок позволяет очень четко концентрировать воду И, собственно, в будущем, возможно, нам удастся создать устройство Который также можно будет выставлять в пустыне Они будут собирать воду И вот животные экстремалы, насекомые экстремалы Помогут нам решить проблемы и с устарением, и с замерзанием И с нехваткой воды в засушливых регионах Рассказывал зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гоморанов Область знаний Лекция на Радио Звезда Радио Звезда